МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Городские новости в эфире информационного канала Севастополя. В студии Ольга Деменчук. Здравствуйте. Севастополь с рабочим визитом посетила министр здравоохранения Российской Федерации Вероника Скворцова. Вместе с московской делегацией она осмотрела городскую больницу номер 5 – Центр охраны здоровья матери и ребенка. Гости ознакомились с оснащением медучреждения. Побывали в кабинете при натальной диагностике, процедурной, родильном зале и операционной. Затем осмотрели площадки по строительству новых объектов на территории учреждения. В канун 9 мая от министра здравоохранения четыре севастопольских ветерана, заслуженных работников медицинской отрасли, получили грамоты и цветы. После осмотра больницы Вероника Скворцова встретилась с губернатором Севастополя Сергеем Минняйло. Стороны обсудили вопросы модернизации системы здравоохранения и строительства по федеральной целевой программе Многофункционального медицинского центра. Также министр здравоохранения отметила успехи севастопольских медиков, сумевших за короткий промежуток времени перейти с одной системы на другую. До 1 января текущего года, за несколько месяцев, была сформирована система обязательного медицинского страхования. Были в пять с половиной раз увеличены подушевые финансовые нормативы на здравоохранение и приведены к средним показателям по стране. Существенно изменилась заработная плата медицинских работников. С конца 2014 года начат процесс модернизации здравоохранения. Уже сейчас закуплены новые автомобили скорой медицинской помощи. Они оснащены специальной технологией ГЛОНАСС для их диспетчеризации и ускорения доставки пациента в стационар, для правильной выверки маршрутов доставки пациента. Закуплено новое совершенно оборудование. Будет построен высокотехнологичный медицинский центр, который будет работать по всем возможным направлениям современной хирургии. Многое сделано, но еще очень многое предстоит сделать. Об этом я тоже хотела бы сказать. Предстоит выстроить хорошо функционирующую трехуровневую систему здравоохранения и систему лекарственного обеспечения, при которой бы не было у нас отсроченных рецептов для льготных категорий граждан. Мы сегодня определили пути достижения этой цели и примерные сроки, в которые мы эту задачу выполним. Сегодня уже, скажем так, в стадии предпроектной находится вот этот многофункциональный центр. Дальше мы определяем финансирование, которое есть, и необходимость дополнительного финансирования. Будет такое обращение. Министром здравоохранения, значит, верни, как и это обращение будет поддержано. И дальше будем реализовывать. Как будет развиваться проводное радио в Севастополе? Об этом во вторник на пресс-конференции рассказали руководители Россвязи в планах замены оборудования и качественно новый формат вещания. Ирина Львова знает больше. Радио «Точка» предполагает собой не только вещание, но и, в первую очередь, оповещение населения о различных чрезвычайных ситуациях. Главный её плюс – полная автономность и независимость от электроэнергии. Раньше в России было только два города федерального значения, где установка РСВО была обязательной. Теперь, образуя своеобразный треугольник, к ним примкнул и Севастополь. Мы собираемся совершить масштабные инвестиции в развитие сети и обеспечить её функционирование и развитие как основного технического средства оповещения о чрезвычайных ситуациях. Учитывая особое положение Севастополя, как основной базой российского Черноморского флота, эта функция оповещения является жизненно важной для обеспечения безопасности жителей города. Кроме того, согласно опросам, в Севастополе остаётся немалое количество пользователей проводного радио. Официальная статистика говорит о 16 тысячах, неофициально их более 70 тысяч. Впрочем, спрос на радиоточки за последние годы всё же упал, уверяют специалисты. Причины – устаревшая техника и массовые отказы от проводного радио. Однако ситуацию обещают изменить. Мы знаем, как управлять сетями проводного вещания, показали свой опыт, как умелые хозяйственники. Нас обычно призывают тогда, когда задача сверхсложная и за неё очень мало платят денег. Но они являются особой государственной важностью. Севастополь – это именно такая задача, это вызов. Нам чрезвычайно будет интересно эту задачу решить. Модернизация предполагает собой качественно новое вещание с трансляцией социально востребованных программ. На работу пригласят местных специалистов. Мы стараемся не привлекать сторонних людей, а брать тех людей, которые выросли и которые являются патриотами Севастополя. Для нас это очень важно. По словам Вячеслава Иванюка, общий объём инвестиций – порядка 100 миллионов рублей, 30 из которых уже направлены в оборот. Впереди большая работа по замене оборудования. Кроме того, Россвязь начинает масштабные мероприятия по бесплатному восстановлению радиоточек в домах. В зависимости от результатов аудита, который даст окончательное заключение о техническом состоянии городской сети, работы планируют завершить либо к концу текущего года, либо во втором квартале следующего. Мы вложили более 30 миллионов рублей. Планируется, что до конца года инвестиции составят от 80 до 100 миллионов рублей. Сейчас в городе Севастополь мы привезли ряд экранов, которые мы надеемся, что будут 9 мая развернуты. Свою часть работы в этом направлении РСВ уже выполнили, говорит директор компании. Теперь дело за севастопольцами. Примечательно, что пресс-конференция состоялась накануне Дня радио, которое в России традиционно отмечают 7 мая. Вот уже 70 лет. Во дворце детского и юношеского творчества подвели итоги городского конкурса «Артбухта». Организаторы вручали памятные медали, цветы и дипломы победителям и педагогам. В числе лучших Ярослав Кузнецов, ученик школы номер 57, занимается в шоу-группе «Сюрприз». Он занял первое место в номинации «На встречу победе». Конкурс «Артбухта» – это гавань талантов. На сцене Дворца детского и юношеского творчества зрители увидели парад ярких звезд. Вокалистов, танцоров, чтецов. Возраст участников – от 7 до 17 лет. Мероприятие проходило на протяжении трех дней и завершилось неделю назад. За право быть первым в нем соревновались около 1300 учащихся и 50 коллективов города. Всего было заявлено 4 основные номинации – вокальное, хореографическое, театральное искусство и художественное слово. Пятой стала отдельная номинация «На встречу победе», посвященная 70-летию окончания Великой Отечественной войны. Награждали участников дипломантов первой, второй и третьей степени. Победители смогут принять участие в финальных этапах всероссийских конкурсов «Звонки голоса России» и «Здравствуй, мир!» «Мы дали возможность выступить самым лучшим сегодня и показать высокий уровень, что в нашем городе уровень творческой художественной самодеятельности школ на огромном, на большом уровне. И мы хотим обратить внимание правительства города Севастополя, чтобы помогали, чтобы спонсировали, чтобы привлекать меценатов». Конкурс организован Департаментом образования Севастополя. На базе Дворца детского и юношеского творчества и школ города его планируют проводить два раза в год. Новая и эксклюзивная коллекция от торговой марки «Форвард». К майским праздникам скидки на все товары и для всех покупателей. О спортивных предложениях и акциях в следующем сюжете. «Магазин «Форвард» поздравляет всех с великой датой, с 70-летием победы в Великой Отечественной войне. И в честь праздника мы предоставляем эксклюзивную, лимитированную коллекцию футболок с символикой 9 мая. А также в магазине действует акция «Скидка 15% на весь ассортимент товаров». А в ассортименте одежда с российской символикой для всех. Все, что пожелают, смогут подобрать и взрослые, и юные покупатели. Спортивные костюмы, обувь и аксессуары для повседневной жизни и для путешествий, для тренировок и активного отдыха. В наличии и большие размеры до 7-го «Эксель». Главное здесь – одежда для души, ведь «Форвард» – это качество, комфорт и стиль. Также мы рады сообщить вам о появлении новой коллекции в наших магазинах. Представлена коллекция в виде футболок, шортов, кепок и весенне-летнего ассортимента. Также среди нового поступления у нас представлен широкий ассортимент мужской и женской обуви. Обувь очень удобная, комфортная, легкая. Для свободы движения индивидуально и интересно из натуральной ткани в магазине «Форвард» представлена и новая профессиональная одежда для занятий фитнесом и спортивной гимнастикой. Данная одежда была разработана совместно с чемпионками Российской Федерации по художественной гимнастике, а также дизайнерами магазина «Форвард». «Форвард» – марка чемпионов. Она лидер среди спортивных брендов. Как известно, ее выбирают первые лица государства, звезды шоу-бизнеса и сборные команды Российской Федерации. Свой выбор сделали и теперь тоже носят одежду «Форвард» и севастопольские спортсмены. Коллектив магазина «Форвард» поздравляет вас с вашей победой. Мы очень рады, что наша одежда приносит удачу. 24-26 апреля этого года мы принимали участие в чемпионате России по панкратиону. Мы взяли две золотые медали, одну серебряную. Три человека отобрались в состав сборной России на чемпионат Европы. Так случилось, что нас сопутствовало в ходе всей командировки, всех соревнований, одежда «Форвард». Как выяснилось, приносит удачу. Красиво, удобно и главная символика России. Это очень хороший бренд. Он поддерживает нашу страну и в нем ты выглядишь представителем своей страны. Если взять жилетку, то она очень хорошо смотрится, очень приталена. Мужские вещи тоже мне очень нравятся. Вот я зашла, мне понравились кеды. Я такие не видела в других магазинах. Здесь можно подобрать одежду и зимные варианты, и летние. И не холодно будет, и не тепло. В общем, универсальный магазин здесь. И еще одна хорошая новость для покупателей. Теперь одежда «Форвард» стала доступнее для крымчан. Магазин открыли в Симферополе на проспекте Кирова, 29-1. В Севастополе адрес прежний, улица Генерала Петрова, 4. Наталья Двусина, Деливер Меджитов, информационный канал «Севастополе». И на этом у меня пока все. Встретимся уже меньше, чем через час. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова